Волга-Волга 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 Волга не создавалась как коммерческий проект. Возможно, именно в этом и кроется успех группы. Антон Солокаев подкровенчил журналистами, что о деньгах тогда музыканты не думали вообще. Речи не шло ни о каком продукте. Коллектив просто занимался тем, что нравилось. Мы когда начинали свое творческое движение, возрождался наш коллектив, у нас не было вообще понимания того, в каком направлении мы будем двигаться. Рок-музыка или поп-музыка или джаз. Мы просто хотели делать то дело, которое нам нравилось. Из формата обычной беседы пресс-конференция переросла в бурную дискуссию. Больше часа журналисты не уставая задавали вопросы известному музыканту. После проведенной пресс-конференции нам удалось встретиться с Антоном Солокаевым лично и выяснить не только его впечатления о прошедшей пресс-конференции. Отвечая нам, музыкант поймал себя на мысли, что когда-то точно так же неусыпно наблюдал за жизнью кумиров. С любопытством слушал их интервью, хоть никогда и не замечал в себе журналистка из жилки. Я в свое время очень много посещал таких мероприятий, не то чтобы как журналист, но в целом мне было интересно, как я наоборот наблюдал за различными звездами, музыкантами, актерами, как они дают интервью. Мне было интересно с точки зрения их творчества и сразу было видно, кто из них проводит время, условно говоря, в кресле и рядом с микрофоном, просто праздно проводит время, дабы себя популяризировать. А для кого-то это общение с аудиторией, тот же самый концерт. Как поделился с нами Антон Солокаев, группа «Волга-Волга» известна как настоящая шоу-индустрия. Воспоминания, как все начиналось, вызывает на лице у спикера искреннюю улыбку. Казалось, что начиналось все только вчера и при этом начиналось все весело, как и принято у студентов. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюс.